Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Тем временем цена и на российскую нефть Юрлс в декабре упала до 50,47 доллара за баррель, опустившись ниже установленного странами запада потолка. Стоимость Юрлс снизилась на 24% к предыдущему месяцу и почти в полтора раза относительно декабря 2021 года, следует из данных Минфина. Болгария отказалась от российского топлива для атомных электростанций. Единственная атомная электростанция Болгарии подписала соглашение о поставках ядерного топлива с французской компанией «Фроматом», чтобы покончить с зависимостью от поставок из РФ на фоне войны в Украине. Государственная АЭС Козла-Дуй на реке Дунай в настоящее время использует российское топливо для двух реакторов с советской постройкой мощностью 1000 мегаватт. Речь идет об энергоблоках номер 5 и номер 6. Остальные четыре были закрыты в качестве условия вступления Болгарии в ЕС. Действующий контракт с компанией «Росатом ТВЭЛ» истекает в конце 2025 года. Затем ядерное топливо для одного из реакторов будет поставлять «Фроматом» – точка французского энергетического гиганта «ЕДФ». Соглашение рассчитано на 10 лет. Ранее АЭС Козла-Дуй подписала аналогичный контракт с американской «Вестингхаус Электрик Шведен» со штаб-квартирой в Швеции для другого действующего реактора с 2024 года. Трех молодых людей задержали в Ростове-на-Дону под подозрением в попытке поджечь военкомат, пишет телеграм-канал «База». Двое из них несовершеннолетние. По данных канала, сотрудники ФСБ задержали 21-летнего Ахмеда Р., а также 17-летнего студента колледжа технологического машиностроения Илью Кайсен, 11-летнего студента Института управления бизнеса и прав Ивана Б. Молодые люди договорились поджечь здание военкомата с помощью коктейлей «Молотова», но не успели, отмечает «База». С начала войны в Украине граждане РФ во многих регионах поджигают военкоматы в знак протеста против вторжения, по данным на 27 декабря. С начала войны в РФ произошло 54 нападения на военкоматы и призывные пункты, подсчитала «Медиазона». Как правило, здания пытаются поджечь коктейлями «Молотова». А мы продолжаем наблюдать за тем, как Дмитрий Медведев сходит с ума. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства. По его словам, свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности, а понимают только грубую силу. Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других, смотрящих по европейскому свинарнику, успели вякнуть про недопустимость перемирия. Но наследники нацистов никогда не шалели ни людей, ни животных им не привыкать, заявил Дмитрий Медведев. Теплый январь в Европе. Из-за теплой погоды в начале января во многих странах Европы упал спрос на газ, а вслед за ним падает и цена. В среду цена кубометра на лондонской бирже впервые с ноября 2021 года опустилась ниже 750 долларов США за 1000 кубометров, а на хабе ТТФ Нидерландов до 733 долларов. Позвольте заметить, биржевая цена газа опустилась до довоенных значений. В то же время в РФ синоптики обещают снегопады и мороз до минус 20. Опять мы хотели всех переиграть, но даже погода против. Смерть за родину, отношение к суициду и хотите ли вы попасть в рай. Родители восьмиклассников из Волгограда возмустил текст под Новый год в школе номер 140. Мать 14-летнего мальчика обратилась в городское СМИ в блокнот Волгоград с жалобой на обязательное тестовое задание, которое учителя дали ее ребенку и его одноклассникам. 30 декабря детей заставили ответить на вопросы без возможности отказаться. Преподаватель заявила, что с нее потребуют отчетность. Тест под названием «Отношение молодежи к духовной безопасности» состоит из 56 вопросов. Три пункта из них требуют указать учебное заведение, возраст и полреспондента. Среди прочих есть такие вопросы, как вы относитесь к СВО, зачем умирать за родину, ваше отношение к абортам, ваше отношение к суициду и чем очищаются грехи. Распространение материала через чаты одноклассников в мессенджерах кто-то из детей просто прошел его, а кто-то нажаловался родителям. Возмущение взрослых дошло до учителей, которые ответили, что читали все вопросы, прошли сами и не дискутировали, мол, все в порядке. Абрамович знал. За три недели до 24 февраля его ключевые обшорные трасты были реорганизованы. Анализ The Guardian показывает, что поправки сделали семерых детей Абрамовича, а младшему из которых 9 лет, бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее 4 миллиардов долларов, хотя общая стоимость может быть и намного выше. При этом на следующий день после пересечения границы Украины и российской армии 25-летняя дочь Абрамовича София поделилась в Инстаграм поском с резко антивоенным посланием. На изображении президента РФ в подчеркнутом красной линии надпись гласила «Самая большая и самая успешная ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживают Путина». Напомню, что Абрамович был ключевым посредником на стороне РФ по прямому поручению Путина. При диалоге с Киевом в марте 22-го года и далее. Учитывая эту степень доверия, после нельзя исключать и высокую степень доверия до, путем конкретного предупреждения о дате наступления события. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика. До скорого ролика. До скорого ролика. Продолжение следует...